По принципу «одной двери» доступ предпринимателей к различным бизнес-услугам стал проще благодаря созданию новой структуры. В Наринмаре состоялось официальное открытие Центра развития бизнеса. В него вошли успешно действующий фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий, Ненецкая лизинговая компания и совершенно беспрецедентный для нашего региона бизнес-инкубатор. На новоселье пригласили и нашу съемочную группу. Все механизмы поддержки, как опытных, так и начинающих предпринимателей, объединили под одной крышей. Так станет проще, удобнее и доступнее, уверены в Центре развития бизнеса. Кроме знакомых каждому бизнесмену Фонда поддержки предпринимательства и Ненецкой лизинговой компании, в Центре разместился бизнес-инкубатор. 14 кабинетов, в общей сложности 30 офисных рабочих мест оснащены мебелью и точками доступа к интернету и телефонии. Занять их смогут начинающие предприниматели, условия аренды льготные. Задача бизнес-инкубатора – помочь предпринимателю на начальном этапе развития. Кто займет завидные площади, решит специальная комиссия. Учитываться будет качество проработки проекта, окупаемость проекта. Предпринимателям должен доказать, чем ему льготная аренда и нахождение здесь поможет встать на ноги. В Центре развития бизнеса уже начали принимать заявки от желающих заселиться в бизнес-инкубатор. Дата новоселья предварительно намечена на конец ноября. Кроме льготных условий аренды, начинающие предприниматели получат уникальную возможность иметь рядом надежное плечо в виде сотрудников фонда поддержки предпринимательства. Специалисты окажут любую информационно-консультационную помощь. Возможности новой структуры для поддержки бизнеса на месте оценил глава региона. Есть две вещи, которые обязаны делать государство. Первое, ни в коем случае не конкурировать с бизнесом, особенно с малым бизнесом, в сфере предоставления услуг и создания продукта. И второе, это создавать возможности для развития предпринимательства и для развития бизнеса, в том числе и малого. И мы за два года проделали, я считаю, определенный путь, который вылился в создание бизнес-инкубатора на территории Минскоавтономного округа. И нам удалось все услуги и все возможности, которые предоставляет округ, сегодня соединить в одном месте. По словам вице-губернатора Татьяны Лагвиненко, Центр развития бизнеса, в частности, бизнес-инкубатор, уникальный для округа проект. Предприниматель, зайдя в одну дверь, как это сейчас называется, в одно окно, может получить по выбору любую услугу, которую сейчас предлагает государство. Поэтому мы надеемся, что у нас и сейчас много предпринимателей, которые приходят, но поток будет расти. И главная задача – это увеличить долю внутреннего вала оригинального продукта, который падает на наш, так сказать, бизнес без нефтедобычи. По словам главы региона Игоря Кошина, следующий шаг на пути к созданию доступного бизнес-пространства – организация на территории округа Технопарка. Это территория, где на льготных условиях предпринимателям предоставят уже не офисное помещение, а производственные площади. Это задача на перспективу, а пока начинающих предпринимателей ждут в Центре развития бизнеса. Он расположился по адресу улица Ненецкая, дом 3.